Снос ветхого аварийного жилья, передача полномочий из области в регион, обеспечение людей высокого возраста лекарственными препаратами – эти и другие вопросы окружные пенсионеры задали представителям законодательной и исполнительной власти региона. Встречи с пожилыми людьми в комплексном центре социального обслуживания проходят традиционно, но список вопросов остаётся огромным. Это переселение из ветхих и аварийных домов, работа управляющих компаний, переезд жителей нашего региона в благоприятные климатические условия. Пенсионеры стоят в очереди на переселение в другие районы России по несколько десятилетий. Только вот очередь не движется. Там есть пенсионеры, есть и другие категории граждан. Всего их четыре. Я просто на память сейчас не назову. И самое первое – это инвалиды. И сегодня это регулируется федеральным законом. Мы на своём уровне изменить ничего не можем, потому что федерация даёт на переселение деньги. Федерация сказала, пока не закроется предыдущая очередь, в другой не переходит. По словам пенсионеров, гораздо удобнее, если субсидии распределять в процентном соотношении на все категории. Представители депутатского корпуса пообещали обратиться с законодательной инициативой по этому вопросу в Госдуму. Коснулся разговор и отпуска льготных лекарств. С 1 января все полномочия перешли обратно в наш регион. Теперь льготные препараты получить стало проще. Звучали частные вопросы по уборке снега с придомовых территорий, увеличению платы за коммунальные платежи и содержанию домов. Так в доме по улице Россихина, 14, ежегодно протекает септик. Сейчас весна. Всё это пойдёт не по дому, оно пойдёт в лес. Всё загадит. Там запах стоит уже. Сколько я ходила, в администрацию ходила, ничего пока не делается. Сейчас рядышком провал опять. Там опять поток течёт. Не знаю, никто ничего не делал. Депутат от посёлка Искателей Ольга Каменева пообещала решить вопрос с утечкой нечистот. Люди сюда приносят те проблемы, с которыми они сталкиваются в жизни. И мы очень рады, что такие встречи дают нам возможность понять, что конкретно в этот момент тревожит людей. И таким образом корректировать свою законодательную деятельность и вместе с коллегами с администрацией корректировать деятельность исполнительного распорядительных органов. Но, пожалуй, самой злободневной темой стали взносы на капитальный ремонт. Чтобы пенсионеры смогли получить исчерпывающие ответы, Виктор Кмить пообещал провести ещё одну встречу с этой группой оздоровления, на которую он пригласит генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого округа Павла Масюкова.